Магаданская городская дума провели традиционный бал чемпионов 2021. Это уже пятая торжественная церемония награждения депутатским корпусом тренеров областного центра, спортсменов и их родителей. Матвей Кононов, воспитанник отделения северного многоборья, занимается этим видом спорта уже на протяжении четырех лет. Так что же побудило Матвея заняться этим редким видом спорта? Как рассказал молодой человек вечернему Магадану, северное многоборье важно и актуально, поскольку существует оно только в России. Это достояние страны, отмечает Матвей. Еще в детском саду я хорошо бегал, прыгал, показывал довольно большие результаты на физкультуре и решил заняться данным видом спорта. Собираюсь получить довольно мастера спорта, ну а дальше как сложится жизнь. В 2020 году в октябре я летал на первенство России и занял там первое место в тройном национальном прыжке. В этот день чествовали тех людей, которые внесли большой вклад в развитие спорта не только в Магадане, но и в стране. Наградили девять спортсменов и их родителей. Депутаты выразили благодарность мамам и папам за воспитание таких талантливых детей. Кроме того, награду получили девять тренеров спортивных школ. Председатель Магаданской городской думы поблагодарил собравшихся за их труд. Огромное спасибо вам, огромное спасибо тренерам, огромное спасибо родителям, потому что это очень серьезная работа направить в нужный момент, когда ребенок сталкивается с трудностями, направить его, заставить, наверное грубо звучит, материровать его заниматься выбранным видом спорта и достичь логичных каких-то результатов. Поэтому, конечно, этот успех – это ваш совместный успех. Как отмечают организаторы встречи, спорт был всегда важен. И особенно нужен сейчас, когда эпид-обстановка по-прежнему нестабильна. Именно благодаря этому виду деятельности закаляется не только тело, но и дух. Быть здоровым и спортивным модно, утверждают специалисты. На сегодняшний день развитие спорта, развитие популяризации спортивного и здорового образа жизни. Поэтому на сегодня те спортсмены и атлеты, которые являются больших результатов, не важно, больших, малых, или даже люди, которые занимаются спортом, это уже хорошо. То есть, чем больше мы занимаемся спортом, тем меньше мы занимаемся другими выпустями. Также с событием виновников торжества поздравили вокальными и инструментальными номерами. В столице Калмы продолжается череда последних звонков. Это волнительная пора для выпускников и их родителей, родственников, друзей. Верный признак начала нового витка жизни не только для самих виновников торжества, но и для родного Магадана. Города, с которым уже неразрывно связано их детство и юность. Город, который сегодня выпускает и отпускает своих детей во взрослую жизнь. На торжественном мероприятии к своим выпускникам обратился руководитель лицея. Дорогие выпускники, ваш выпуск необычный. Он юбилейный, 35-й, а еще знаменательный год. Год, когда Магадан удостоен высокого звания «Город трудовой доблести». В преддверии годовой итоговой аттестации я желаю вам, чтобы ваши высокие результаты на экзамен стали показателем вашей трудовой доблести, гордости родителей и высокой оценки труда наших учителей. Удачи вас и с праздником! По традиции последние звонки посещают и руководители города Магадана. С торжественной речью перед 11-ти классниками выступил заместитель мэра города Магадана Олег Аверьянов. Для учеников последний звонок, но это они идут в новый путь. Мы им пожелаем, чтобы в этом новом пути у них были победы, достигли всего, что они хотят. Не сходить из пути достигнутого и намеченного. Ну и, конечно, сдать итоговые экзамены, вступительные экзамены, закончить на отличные и хорошо вузы, получить профессию. Ну и, конечно же, вернуться в город Магадан и продолжить трудовой путь у нас, в нашем любимом, хорошем городе. Праздник вам еще раз! В ближайшие дни состоится главное событие для выпускников, от итогов которого будет многое зависеть. В ближайших планах сдача единого государственного экзамена. Вечерний Магадан желает всем магаданским выпускникам ни пуха, ни пера! Мэр Магадана Юрий Гришан вручил выпускникам удостоверение об окончании магаданских спортивных школ номер 1, номер 3, номер 4, номер 5 Русской горнолыжной школы, школы Олимпийского резерва, парашютной. 15 воспитанников из отделения дзюдо, 5 из отделения плавания, 8 учеников проводила спортивная школа Олимпийского резерва. Елены Вяльбе. Также в этом году выпустили 4 человека из отделения пауэрлифтинга. Как отметили организаторы, этот праздник дорог и выпускникам, и их родителям, и тренерам. С приветственной речью к собравшимся обратился Юрий Гришан. Дорогие наши ребята, девчата, все, кто радовали нас на протяжении всех ваших лет занятий спортом в спортивных школах города Магадана. Многих я вас очень хорошо помню, потому что у нас хорошая традиция 1 сентября за ручку. Помните, мы от театра, там вас старшеклассники вели на площадь, все с бантиками, красивые. И в этот же год вы и выбирали в том числе вид спорта, которым будете заниматься. Кто-то еще и до первого класса стал заниматься спортом. И все эти годы мы за вами наблюдали и болели. Всех вас благодарю за то, что вы все эти годы были вместе с нами и радовали, еще раз повторюсь, и город, и область, и Россию. Удачи вам всем! Глава муниципалитета пожелал ребятам дальнейших успехов. В магаданских спортивных школах работают лучшие тренеры, которые имеют почетные звания и иные награды всероссийского уровня. А воспитанники школ всегда показывают лучшие результаты. Они побеждают в городских, областных и федеральных соревнованиях. В новом спортивном зале комплекса «Металлист» ребят поздравили музыкальными номерами магаданские исполнители. Нам было всех одиноких, ведь нам было б сколько. Сколько половинок для многих, это же не сложно. Торжественное заседание ученого совета научно-исследовательского центра «Арктика», посвященное 30-летию со дня образования научного учреждения, открылось сегодня в Магадане. Участники отметили двойной символизм события, так как юбилей центра ученые отмечают в год науки, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. Организатором и первым содиректором Международного российско-американского научного центра «Арктика» от нашей страны стал назначен доктор медицинских наук профессор Асилбек Айдарлиев, который возглавил учреждение с 1991 по 1995 год. Четверть века далее руководителем центра был доктор медицинских наук профессор Аркадий Максимов. С 2018 года по настоящее время в Рио директора Елена Луговая. У нас за эти годы было сделано очень много, публиковано более 2,5 тысяч научных работ, написан ряд монографий, учебников, научно-практических рекомендаций, было получено более 40 патентов. Одним из важнейших последних научных достижений коллектива «Арктики» является определение функциональных резервов организма, сердечно-сосудистой системы, микроциркуляции, внешнего вдыхания, основного обмена, биохимического профиля, микроэлементного статуса. Впервые были рассчитаны коэффициенты дискомфортности северных территорий по медико-биологическим показателям. Сравнительный анализ собственных данных Арктики свидетельствует приморская территория Магданской области, которая относится к крайнему северу, является не менее дискомфортной, чем субарктическая территория региона города Сусуман и арктическая зона Чукотка. Я почему-то вспомнил выражение, которое Алиса «Страде чудес» читает, наверное, сами и детям, внукам читали. Чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. И в науке для того, чтобы хотя бы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать, заниматься новыми исследованиями, новыми темами. И самое главное, чтобы быстрее мы их забирали для того, чтобы использовать научные открытия, научные достижения в нашей повседневной жизни на всех уровнях власти. В настоящее время научно-исследовательский центр «Арктика» является единственным научным учреждением ДВО «РАН», занимающимся систематическими исследованиями в области адаптации и экологической физиологии аборигенного и прошлого населения, жизнедеятельность которого протекает в экстремальных природно-климатических условиях северо-востока России. Продолжение следует...